Автомобилистов Карачао-Черкесии в эти дни ждал приятный сюрприз. Теперь их путь проходит по новому мосту, который соединяет Сарытюс и Кумыш. Но это только половина планируемого четырехполосного крупного сооружения. Сегодня по свежему асфальтовому покрытию прокатилась и наша съемочная группа. Когда же завершится полная реконструкция объекта, расскажет Светлана Гбаева. Ширина проезжей части почти 12 метров. И это только первая половина большого моста, соединяющего Сарытюс и Кумыш. Уже сейчас строители трудятся над второй линией крупного объекта. Автомобилисты едут по гладкому, словно лист дорожному полотну. Этот временный проезд открыли на днях. Рабочая комиссия подтвердила готовность сооружения к пропуску автотранспорта. Временным его называют потому, что после введения в эксплуатацию второй линии здесь запланировано четырехполосное движение. Общая протяженность моста 146 метров. Ширина его вместе с пешеходными дорожками 14 метров. Не так часто езжу по этой дороге, но те изменения, которые сейчас увидел, очень обрадовали. Как бы многое сделано. По сравнению со старым мостом, конечно, да, он стал выше. В случае, если наводнение, то переливать не будет. Ну, то, что пока нет дорожных знаков, да, напрягает. Ну, в основном, как говорится, время покажет. Прекрасный мост. Нужный мост. Надо, чтобы еще вторую линию сделали, чтобы машины нормально проезжали. Надежные береговые сваи. Великаны уходят в землю на глубину 18 метров, а в реку на целых 9, говорят специалисты. Кольцевую развязку все сделали и два подхода к мосту тоже уже как бы выполнили. Все уже лежит, асфальт, тротуары, перильное ограждение тротуаров сделали, освещение сделали, водотвод воды выполнили весь, все в сроки уложились. Позаботились строители и о стоке воды. В случае ливневых дождей жидкость будет проходить через новые очистные сооружения. Если раньше вода скапливалась в районе транспортного круга, образуя зимую налет и как следствие аварийной ситуации, то теперь все будет по-другому. Круг, который мы реконструировали, мы его увеличили по диаметру. Это необходимо было для того, чтобы обеспечить нормальное круговое движение с трех сторон. Со стороны Черкесской, со стороны Карачаевской и со стороны Зеленчукской. Но это не только обеспечит само движение. Под кругом этим находятся водопропускные лотки. Той воды, которая от Карачаевска сюда из кумыша идет, и той воды, которая идет со стороны Зеленчукской от тоннеля. Вот эта вода вся собирается и уходит под этот круг, и уходит дальше в очистные сооружения. Анатолий Озов призвал всех автовладельцев соблюдать правила дорожного движения. Когда мы едем из Карачаевска в Черкесск, мы проехали через мост направо Саритюз и налево поворачиваем на Черкесск. Вот этот съезд мы никуда не можем деть на Саритюз. Он должен оставаться действующим. Этот перекресток очень сложный, очень важный. Все, что нужно поставить там в знаке, мы выставили. Что это перекресток, что ограничение скорости до 40 км в час. Поэтому, если это правило скоростной режим будет соблюдаться, гарантия безопасности стопроцентная. Теперь нужно уложиться в срок и со второй половиной моста. Полным ходом идет демонтаж старых барьерных ограждений. Затем примутся за разборку всего, отслужившего свой срок сооружения. Сдача всего объекта в эксплуатацию намечена на октябрь следующего года.